Я, во-первых, поздравляю всех болельщиков Волги с победой, тяжелой победой. Но я могу игру на два тайма разделить. Первый тайм полное преимущество было, плюс и моментов много было забить. По второму тайму мы попытались как бы впервые с ребятами счет сохранить и на быстрых атаках постараться еще забить. Но забить не удалось, но счет, хотя и момент был в конце, но счет мы сохранили, вышли в другую стадию. В принципе, Балтика хорошая команда, быстрая, они в моментах некоторых побыстрее, конечно. Первая лига, ушли они другое и побыстрее были. Но мы додержались и понесли радость всей Твери, Тверской области, Тверичанам, Тверичанам, Инопланетянам. Друзья, именно Гав, есть какой-то вопрос коротенький? Ну, за счет чего выиграли, вопрос? За счет духа нашей команды, за счет характера, за счет коллектива. И еще раз я повторюсь, я не буду ничего, там, дифирамбы какие-то петь. Ну, значит, то, что я людей набрал в команду, значит, я в них не ошибся. С кем вы хотели сыграть в 1-16? Нам разницы нет. Премьер-лига, вся Премьер-лига. Со всеми будет приятнее играть. Хотелось бы дома, конечно. Дома будем играть точно? Ну, тогда тем более. Тогда с кем? Ну, у нас есть болельщики ЦСКА, да. Да. У нас есть все болельщики. Нет, Краснодара только нет. Краснодара пока нет. Есть, да? Ну, тогда, кого Бог пошлет, с теми будем играть. Все равно приятно, что на этот трап мы попали. И я еще раз повторюсь. Благодарю очень ребят и горы Клини. Молодцы. У меня еще вопросик. Да, пожалуйста. Вы очень здорово играли в обороне сегодня. И, в принципе, таких сильных разрывов не было и сильных провалов. Можете поделиться секретом, за счет чего вы выстроили оборону своей команды? Ну, я попросил просто повнимательнее быть. Это все-таки команда, которую я смотрел, с людьми разговаривал. До тех команд, до этой, с кем они играли, с первой лигой, вот, созванивался. То есть у них быстрые атаки. Они выстраивались и быстро выходили с атаки в оборону. Мы сегодня постарались скрывать их, отдать им пространство. Забили, отдали им пространство и постарались компактно играть, перекрывать, чтобы у них зон не было. По счет этого и построили игру. Ну, и, конечно, добавить, наверное, следует, что сегодня впервые в стартовом составе нашей команды вышел Женя Пышкин, совсем еще мальчишка, наш в Тверской воспитанник. И посмотрите, как он сыграл первый тайм и покинул поле. А на Носилках вот такой вот у него получился дебют. Не, вы, наверное, не выдержали. Надеемся, что все с ним будет в порядке. Я тоже надеюсь. Не осипся и в нем. Продолжение следует...